Друзья, привет! С вами Леонид, Раптор ТВ Попользовался я уже ошипованными покрышками Самостоятельно, которые мы делали в прошлом видео, вы видели Сейчас делюсь опытом Проехал около 100 километров, ни одного шипа, друзья, ни одного Даже близко не вылетело Все они на месте, держатся прекрасно Приехал я к друзьям на дачу по направлению Новой Риги В общем, покатались я вчера, друг ездил на снегоходе Я ездил на суроне Потом сурон подсел Скажу сразу, хватает сурона По крайней мере, вчера хватило на полчаса газ в пол Потому что по полю приходится ехать только газ в пол Батарея родная, 60 вольт, 32 ампер часа Покатались, покайфовали Сурон немного подсел И мы на двух снегоходах поехали кататься дальше Уже было темно, ближе к 12 часам ночи Но это не суть В общем, катались мы, катались Подъехали к реке Истри Один снегоход немного подтопили Вытащили его, промокли Пока буксовали, пытались выехать С него там соскочила цепь Думаю, ладно, бог с ним Завтра с утра То есть сегодня уже получается Снегоход этот вытащим Приедем, цепь натянем И все будет окей Но! Второй снегоход у нас тоже не завелся В общем, мы как два дурачка в шлемах Пять километров пешком шли Потому что шапок с собой не брали В общем, и сейчас Алексей уже поехал на автомобиле Натягивать цепь Доехать до места крушения, так скажем А я сейчас поеду на Суроне Батарея полностью заряжена Буду ехать по полю Потом где-то там чуть по дорожке Опять поле Ну, порядка там Трех-пяти километров, наверное До места этого Где у нас снегоходы стоят Со вчерашней ночи И посмотрим Насколько же То есть я вам уже На словах сказал, да Что вот там Настолько-то примерно хватает Сейчас мы включим приложение Roadbike Которое пишет трек Сейчас я вам покажу Как оно называется Вот так вот оно называется Roadbike Так, сейчас, друзья Выбираем тренировка Старт Велосипед Ну да Как будто я на велосипеде То есть Я съезжу туда Съезжу обратно И скажу Насколько Сколько же у меня осталось заряда Чтобы вы Реально В реальных условиях Могли понимать Насколько хватит заряда Потому что, я говорю Приходится ехать Постоянно в пол Потому что Сугробы Снег Колесо Мотор всегда на пределе работает Но вчера Как только мы Покатались У меня осталось И у меня осталось Половина заряда Я батарею вынул Думаю Ну ладно Окей Проблем никаких Подзаряжу Поеду позже Сурон оставил на улице И сразу столкнулся С такой вещью Что Когда я с полностью заряженной батареей Через полтора часа Подошел Сурон Заткнул ее Включаю Сурон включается Свет горит Ручки С подогревом Греются Кстати Вещь обалденная Просто Прямо Просто супер Всем рекомендую Даже на самокат Едешь зимой Осенью поздний Прямо Реально тепло Короче Сурон На газ Не реагировал Я не знаю Такого раньше У меня опыта не было Я так подозреваю Что То ли Считывает контроллер Датчик Который в двигателе Температуры Ниже Какой-то планки Температура Спускается И Он не дает Старт И не едет В общем Вчера была Где-то порядка Минус 16 градусов Температура Кстати Вот когда У меня ползаряда Съел Минус 16 И в общем Сурон постоял Около полутора часов И не включился То есть Вы не думайте Что если у вас есть сурон Вы можете его хранить В холодном гараже Вынимать батарею Батарею дома Подзарядил Пришел Воткнул И поехал Вот Он у вас Ездить не будет Сурон Нужно тоже Хранить в тепле По крайней мере Чтобы он Приобрел температуру Какую-то положительную Не знаю Там какие-то параметры Может там плюс 5 градусов Там 0 градусов Потому что было реально Минус 15 И только тогда Сурон может ехать Сейчас он в тепле постоял Что вон Все без проблем Все работает Так что Давайте друзья Не переключайтесь Смотрим На реальный Пробег Сурона А я вам сейчас покажу Примерно Как он по полю едет Подснимешь да Знаете даже Вот еду Поехал Кружочек без перчаток Даже не холодно Потому что ручки Прям огненные Ну все Одеваю шлем Перчатки И поехал Заряд батареи 100% Я думаю Что вам видно Ну все Перчаточки Одел Погнали Жму газ Но сразу хочу сказать Что Скорость По такой Дороге Он развивает Не особо большой Ну порядка 30 наверное Я еду Зато смотрите Просто По полю Жмешь газ И погнал О Да и следы Мы их на снегоходов гоняли И на суроне я гонял Вот смотрите Какая глубина снега Ну сколько 20 сантиметров Не На самом деле Вот этот промежуточный вариант Между Обычными Летними Ну такими Внедорожными Покрышками Которые вот В стоке идут И гусеничным модулем На шипах Тоже отлично Здесь уже поглубже Прям чувствуется Все как танк Танк Вот здесь мы Вот он Вот он Алексей Починил Снегоход Я не понял Что он сказал Я еду за ним Один получается Он починил Дагоняю Дагоняю Это какой Который затонул Да Там сейчас Блин Долгая история Короче А что с тем Который не заводился Который затонул У него Цепь слетела просто Так Так и не завелся Я с него Цепь просто Пристал сюда И что А что с тем Тогда делать Не знаю Выживать А как его На буксирование Защить Можно Решим Я все-таки Решил съездить Посмотреть Как там поживает Второй снегоход Он же нужно Километров Немного накрутить Чтобы понять Объективно Насколько хватает Батареи В зимнее время Вот и едем Сейчас До Истра Хочется отметить Что тормоза После Наверное Получастой Эксплуатации Вообще Отказывают Потому что Они забиваются Снегом И все Ну здесь Под песочку Это вообще Цуроновская Стихия Так А здесь Немножко придется Нам по дороге Подъезжаем Где-то здесь Объезд К Истре Где-то Не вспомним Сейчас найдем Доехал Доехал я до Истры Вот здесь Мы вчера Буксовали Буксовали И как Пытались Задом Немного Сюда Выехать У нас Слетела цепь Видите Весь лед Потрескался Лед Примерно Сантиметра Четыре Уже Тут небольшое Небольшая Шлина реки В общем Здесь стоял Снегоход Сломанный На котором Сейчас Алексей Поехал А другой Снегоход Так у нас И не завелся В общем Сейчас Будем думать Как его эвакуировать Либо как-то Буксировать Либо может вызывать Техподдержку Чтобы они Завели Он просто тупо Не заводится В общем Я сейчас Так Сколько Вот он До сюда Доехал Порядка Пяти километров Сколько Заряда У меня осталось 83% Ну все Сейчас я поеду До места Старта И посмотрю Сколько же съест Сурон Друзья Ну что Какой итог Четыре Километра Я только Проехал Ну не как только Проехал Я 4 километра И знаете Сколько у меня Осталось заряда А осталось Заряда У меня 72% То есть Мы можем Сделать вывод Следующий При эксплуатации Сурона С родной батареи Зимой 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 Видите Летит Снег Сразу Он Намерзает А Мотор Теплый Что он еще Пока не до конца Замерз Контроллер Тоже теплый Короче 4 километра 30% Нет Соответственно При вот такой Эксплуатации Газ в пол По снегу Горки Шморки Там туда Сюда Получится Что Полного заряда Батареи Вам хватит Примерно На 12 километров 12 может 15 где-то Там в пол Не будешь давить Это Реальные цифры Много Это или мало Решать вам Но Я Вам как всегда Предоставляю Объективные данные Чтобы не то Что заявляют Китайцы А вот Именно На таких Шипованных Покрышках На которые Вот Смотрим Зад Ни один Шип У нас Не вылетел Кстати Мы когда Шиповали Я забыл вам Сказать Что вот Эти шипы На центральной Шашке И ближней К ней Мы ставим Насечку Поперек А крайнюю Ставим Насечку Вдоль Чтобы Лучше Держало На боковом Сносе А здесь Соответственно Чтобы лучше Гребло По Такой Башне Ни один шип Не вылетел Примерно 100 километров Пробега Как я уже Звучил Ну и вот так Вот Можно с урон Эксплуатировать Соответственно Следующий этап У нас Установка Гусеничного Модуля И будем Тестировать Насколько Хватит Гусеничного Модуля На Родной Батарее Которая Комплектуется С урону С урон Которая Комплектуется С завода Все Друзья Всем спасибо За просмотр Такой Мини Краткий Обзор Ну Зато Тест Ждали Многие Потому что Вопросы Поступают Насколько Ж Хватит Заряда Зимой Вот Настолько Друзья На 12 Км Максимум Если ехать Газ в пол На вот таких Шипованных Покрышках По полю И вот Еще забыл Сказать Одну Историю Вот Мои Тормоза Хоуп Которые Вот так Вот Намерзают Замерзают Попадает Туда Снег И Все Они уже Не тормозят То есть Ну Так Как-то Уныло Уныло Но Фактически Тормозов Нет Это После Четырех Километров Пробега Но У меня Контроллер Друзья Синтек Что тоже Вам рекомендую Устанавливать Поэтому У меня есть Рекуперативный Тормоз Который Включается Отдельно То есть Можно Не так Тормозить А просто Едешь Ну Сделать Поближе Его Подальше Кого Мне В принципе Полис Достает Едешь Хочешь Затормозить Раз Все То есть Очень удобная Штука Очень удобно Особенно Для зимы У меня Кстати На гусеничном Модуле Тут Тормоза Снимаются Полностью Я торможу Только Рекуперацией Продолжение следует Продолжение следует...